Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу рассказать о том, как завершилась моя эпопея с нотой на акции сталилитейных компаний. Напоминаю, я об этом рассказывал уже, что эта нота подразумевала фиксированную доходность 15% годовых, если стоимость акций не выйдет из нужного диапазона. И я говорил, что вроде бы акции вышли из диапазона в сторону вверх, в повышение, и поэтому нота автоотзывная, она завершила свое действие. И давайте посмотрим, как это отражалось, все действие в личном кабинете. Ну вот здесь это было по 1 апреля, там активов было совсем ничего, кот наплакал. Вот, и я вношу деньги, сначала 201 тысячу, там вы видите, да, с чем-то, потом еще 635 тысяч, а вернее еще 438 тысяч 660 рублей внесено. И вот такая сумма была внесена на счет для того, чтобы купить ноту. Вот, что произошло дальше. Ну, здесь идут небольшие изменения, потому что, ну да, там добавлялось что-то. Вот, и вот нота открылась. Как это отражалось в личном кабинете? А в личном кабинете, бамс, значит, было 646 тысяч 577 рублей, а стало 11 тысяч. Вот, куда-то деньги исчезли. Когда я стал смотреть в личном кабинете, куда исчезли деньги, это немножечко так, это самое стрёмно, конечно, всегда выглядит, когда минус 600 с лишним тысяч в личном кабинете, я обнаружил у себя на международном фондовом рынке один инструмент, это, он назывался облигация, как раз та, которая нужна, но это на акции сталилитейных компаний, она выпускается в форме облигации. И так как она покупается на внебиржевом рынке, я поинтересовался, они говорят, что так как она на внебиржевом рынке, то терминал ее не отражает, то есть он отражает, что она есть, но ее стоимость 0 рублей 0 копеек. Вот, поэтому деньги вроде как исчезли, ну, вроде как я доверяю брокеру, и я терпеливо ждал завершения всего этого процесса, и я смотрел, думал, что будет, то есть хочется, конечно, получить 15% годовых в валюте, следующий срок отсечки должен был состояться где-то 23 или 25 июня, вот, и я должен был получить, ну, 15% от суммы, там сумма была 10 тысяч долларов, и, соответственно, да, нота уже покупалась выше, чем номинал, поэтому, ну, на внебиржевом рынке я уже опоздал с открытием ноты, короче говоря. Вот, короче говоря, что произошло к 23 июня, я смотрел, наблюдал за акциями, акции всех трех компаний выросли, в общем-то, неудивительно, и нота должна была закрыться. Вот, это произошло на самом деле, да, реально произошло, мне сказали, что, да, нота закрылась, но деньги поступили мне несколько позже. Вот, значит, смотрите, вот здесь на 1 июля активы были еще 10 тысяч рублей, ну, зачисление по ценным бумагам было, там 80 рублей, это какие-то другие, а, это от Тинькова было, насколько я помню. Вот, я покупал акции Тинькова. И вот здесь мы видим, что мои активы 661 тысяча рублей, то есть нота закрылась, мне вернулись 10 тысяч долларов, это номинал ноты, номинал, как бы, облигаций, и плюс зачисление доходов по ценным бумагам 23 614 рублей, да, и 69 копеек. Вот, это купонный доход, и удержан налог на купонный доход 3084 рубля. Все чисто. Значит, я разделил 23 614 рублей 69 копеек на текущий курс доллара, получил ровно 375 долларов, то есть из расчета 15% годовых это составляло 1 четверть, вот, от 15% годовых, то есть за 3 месяца я получил 15% годовых. Вот, 375 долларов, как и было, в общем, так сказать, там, ну, обещано, как и было запрограммировано. Ну, тут дальше вы видите, значит, рост, это я вносил что-то там, вот. Что произошло дальше? Дальше вот здесь вот, значит, ну, там сумасшедшая сумма, вот. И что произошло дальше? А дальше я решил, что это дело хорошее, я решил открыть следующую ноту. Это уже нота от группы компании Natexis, вот, я сейчас смотрел только, что она зарегистрирована в Люксембурге. Вот, я подписал новую ноту, мне это понравилось. Новая нота будет, я ее покупаю по номиналу, потому что в момент открытия этой ноты. Вот, и что это за нота, я расскажу, наверное, в следующем видео. Вот, ну, произошло все, так сказать, полностью аналогично. У меня со счета списались вот эта сумма, там, 600 с лишним тысяч, то есть 10 тысяч долларов по текущему курсу. Ну, как бы она здесь отражается, там они и были в долларах, то есть ничего не конвертировалось. Все было в долларах. Просто в личном кабинете отражается все в рублях, естественно. Вот, и поэтому, значит, ну, мне понравилось. 10% в валюте это тоже очень-очень неплохо. Что входит в состав структурной ноты, я расскажу, наверное, в следующем видео. И там очень интересная нота, там изменения по сравнению с тем, что я рассказывал о структурных нотах, там разделены защитный барьер и купонный барьер. Они разделены, то есть если в тех нотах, которые я рассказывал, защитный и купонный барьер, это было одно и то же, то есть ограничение снизу, то здесь ограничение снизу, есть купонный барьер, ограничивается с памятью на одном уровне, а защитный барьер, он еще ниже. И, в общем, сказать, ну, потерять средства практически, ну, мне кажется, нереально. Вот, поэтому о рисках я тоже расскажу в следующем видео. Поэтому оставайтесь на связи, смотрите, следите за моими видео и до встречи. С вами Билл Демитков Юрий.